Всем доброго, с вами Тария, и добро пожаловать в новое видео, и сегодня мы с вами поговорим о двойных стандартах в Корее. Это такая супер странная вещь, но при этом, которая, скорее всего, будет вас преследовать постоянно, если её ещё не преследуют, конечно. Ну и своё мнение на этот счёт, конечно же, пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и всё это там с вами обсудить. Я вас всех очень сильно люблю, мои зайки. Ну а мы начинаем! И первый момент такой вот с двойными стандартами. Двойные стандарты в основном касаются мальчиков и девочек. И тут, собственно, у нас есть Пак Бугом с размазанной помадой на губах, и есть Аю, тоже с размазанной помадой на губах. Но как вы думаете, кто получил больше странной реакции? Конечно же, Аю. Пока не появились те фанаты, которые стали говорить, что, извините как бы, но давайте мы будем всё-таки защищать Аю. Она ни при чём. Это вот просто фотография. В этом нет ничего такого. Почему, значит, вот в мужской ситуации к этому относится нормально, что, ой, ну да, прикольные, классные фотографии, замечательно, всё прекрасно. А в случае с девушкой, к этому такое вот странное отношение, что, а почему-то у неё помада размазана, ну, представьте себе, бывает. И если так посмотреть, то по Инстаграму, по, по-моему, ТикТоку тоже, прошёлся прям-таки такой тренд, когда все стали размазывать там тушь, все стали размазывать помаду, делать такие фотографии и видео. И кто тут ещё не очень выглядит с размазанной помадой? Давайте всё-таки относиться ко всему нормально. То, что кто-то мальчик, а кто-то девочка, это не значит, что кто-то из них прям-таки не очень с этим выглядит. И мальчики, и девочки могут делать то, что они хотят. Ещё более странная ситуация с двойными стандартами, это то, как одеваются айдолы. В случае с женским примером, это, конечно же, хваса, которые говорили, что, ой, а почему на тебе так мало одежды, а почему у тебя так много тела видно, а вот это нехорошо, а вот ты же женщина, ты девушка, тебе не полагается так. А значит, когда мы видим участников, например, Экса, Супер Джуниор, Биг Бэйн, мы видим, блин, кого угодно, кто не совсем одетый, и часто бывает так, что на них гораздо меньше одежды, то какой горячий, какой классный, просто не могу, какой душечка прекрасный, сигнальный. Это самые странные двойные стандарты То есть, почему, значит, в отношении девушки это ненормально, а в отношении парня, ну, а пусть будет Этим людям определенно стоит подучить анатомию, чтобы чье-то тело не казалось им таким странным Потому что, ну, это же нормально Третий случай двойных стандартов связан с чужим весом И тут вот такая вот, конечно, неоднозначная ситуация В плане девушек у нас есть Умджи, которая изначально сталкивалась с огромным количеством просто нелицеприятных комментариев в свою сторону По отношению к тому, что то у нее там ноги какие-то пухлые, то у нее там тело какое-то не такое Но она же айдолка, ей полагается быть всей такой худой, всей такой прекрасной, всей такой замечательной, маленькой Но, окей, у нас есть Шиндон, Шиндон, который вообще какой-то бред сморозил, если честно Потому что он заявил, что если он увидит человека с лишним весом, то он обязательно об этом ему скажет Он обязательно скажет, что тому полагается посмотреть И когда ему сказали, что чувак, как бы, на себя, пожалуйста, посмотри У тебя, как бы, тоже не все в порядке с этим То он заявил, что он мальчик, а вот там девочка Что якобы девочке полагается похудеть и стать маленькой А так как он парень, ему нормально Вот каким бы он ни был, ему нормально, замечательно, все прекрасно С его здоровьем все в порядке Хотя на самом деле это не так И он долгое время как бы пытается сам там сбрасывать вес Он пытается держать как-то себя в норме Но мы как бы видим результат И это определенно не тот человек, который может упрекать, например, девушек-айдолов в том Что они не подходят под вот эти вот супер там изразительные стандарты Это, блин, нормально, окей И что касается данного такого двойного стандарта Это то, что всегда в первую очередь стоит думать о здоровье А не обо всем остальном То есть многие люди такие Ой, а почему бы вот об этом не сказать Что вот девушке же полагается И чаще всего это реально говорят парни, мужчины, которые сами в такой вот странной форме То есть если бы это говорил человек, который такой весь накачанный Он такой подтянутый весь, стройный, так скажем Все дела, то есть он в хорошей форме И он что-то такое говорит, что ну как бы вот не помешало бы, например, чуть-чуть там подкачаться кому-то Окей, нет вопросов Понятно, чувак шарит, типа Но это не относится к людям особо перекаченным Потому что если они перекачались, значит что-то там уже пошло не так Но когда человек сам столкнулся с подобной проблемой И говорит, что он готов каждому, у кого там, например, у девушек Есть такая ситуация, он готов каждый из них просто тыкать в лицо этим Это супер странно Ну и четвертый двойной стандарт касается мужских и женских групп Вот конкретно вот это вот разделение, когда женские группы ставят ниже мужских И об этом заявила, по-моему, Реджин Она сказала, что это как-то не так Когда говорят, что вроде бы пытаясь сделать комплимент Что ну вот вы практически дотягиваете до мужской группы Так типа в смысле? В смысле практически дотягиваем? Либо же формат того, что, ой, а почему вот вы, девушки, вы танцуете вот такие вот танцы? Это же мужские танцы, они же слишком сложные И девушки, и парни могут танцевать все, что они захотят И девушки, и парни могут брать себе хоть легкую хореографию, хоть супер сложную И заморачиваться над ее изучением, над тем, чтобы там поставить все это И чтобы это выглядело красиво Это равноценно, и это равноправно И говорить, что вот мужские группы, они прям такие Замечательные, а женские группы, это зачем они вообще нужны? Это супер странно Либо же говорить, что, например, только у парней могут быть сложные танцы А у девушек танцы обязательно будут вот супер легкие такие Чтобы они вообще не заморачивались Это просто клиника А сталкивались ли вы с какими-либо такими вот двойными стандартами По отношению как бы к девушкам-айдолам и к парням-айдолам? То есть с чем обычно сравнивают и в чем чаще всего что-то прощается парням Но при этом девушек, которые вот сделали то же самое, упрекают очень и очень сильно Танцы мы затрагивать не будем, потому что вот как бы что Парень может станцевать там стандартный танец, а девушка нет Это, пожалуй, можно отнести тут сразу к двум вариантам Формата того, что, а что, одежда неподходящая? И формата, а мужская группа лучше Но на самом деле это не так Все группы важны, все группы прекрасны И лучше оценивать их по талантам, а не по двойным стандартам Что мальчики в чем-то превосходят девочек Потому что это уже давно не так Мы живем в таком вот нейтральном обществе Где каждый может делать то, что он хочет делать Ну и, как я уже сказала, пишите свое мнение в комментариях Мне будет очень интересно почитать и все это там с вами посудить Я вас всех очень сильно люблю Субтитры сделал DimaTorzok